Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь я не могу не отметить факта вашего общего напряжения, я бы даже сказал, некоторой такой агрессивности, наверное, в отношении нас, потому что вы написали, что очень надеетесь на содержательный ответ. Вот. Хотя, как бы, люди пишут так, как правило, когда до этого сталкивались исключительно с реакцией, которая им казалась не содержательной, ну, недостаточно полной и так далее. Это первое, первое, на что я хотел бы обратить внимание. Из этого мне пришла в голову мысль, что вы не просто одиноки, то есть вы не просто одиноки себя чувствуете. Мне кажется, вы болезненно переживаете факт того, что вам больно сейчас из-за здоровья. И помимо физической боли, которая, безусловно, вас беспокоит и взмождается и отнимает, ну, вероятно, энергию и силы, вот, ну, бывает, дискомфорт, недовольство, вот, есть еще, мне кажется, и боль психологическая от того, что с вами что-то не так. Вообще, я бы сказал, что в любой проблеме со здоровьем, будь то чисто физические проблемы, или, будь то более сложное заболевание, присутствует вот этот фактор, что со мной что-то не так. И необходимость с этим фактором что-то делать. То есть необходимо не просто существовать с заболеванием или с болью, а нужно жить с фактом того, что со мной что-то не так. Это довольно сложно. Особенно для человека, у которого нет, и мне кажется, что этого у вас нет, чего-то интересного в жизни. Мне кажется, что вы как раз тот человек, которому не совсем интересна своя жизнь. Мне кажется, что вы тот человек, который обесценивает немножко свою собственную жизнь, вот, и который, ну, на мой взгляд, не интересуется своей жизнью так, как мог бы интересоваться. Если бы понимал, может быть, несколько лучше, свои желания, свои стремления, свои чувства, вот, несколько лучше, если бы это было, вот, то было бы лучше, на мой взгляд, вам. Ну, я здесь могу допустить такой момент, что я ошибаюсь. Почему я обо всём этом говорю? Потому что мне кажется, что всё, о чём я говорил, напрямую влияет на то, что вы, на то, точнее, в какой ситуации сейчас вы оказались. Напрямую влияет. Просто это влияет. Дело в том, значит, что, вы говорите, я не учусь и не работаю, вот, и вообще переживаю сейчас очень тяжёлый этап своей жизни. И случайно познакомилась в интернете спам. Понимаете? Понимаете? В «Откология с деньглической людьми» Выстраивается по многим схемам, по многочисленным схемам, вот. И одна из таких схем — это когда, например, я, допустим, накладываю определенные ожидания от человека на его, его самого. И у вас, мне кажется, довольно сильно развит интеллект. Вот вы, мне думаете, вполне способны выстраивать логические цепочки. Я думаю, что вам это не сложно сделать, но мне кажется, что в силу того положения, в котором вы оказались, отсутствие ожиданий от человека невозможно. Я так думаю. Поэтому вы начали чрезмерно, как мне кажется, вкладываться в общение с человеком, активно нарушать, свои личные границы. Я бы даже сказал, активно жертвовать собой. Вот. Хотя вам это далеко не всегда было получать. Вот. Изначально вам это было сделать не так сложно, потому что парень скрешивал вам одиночество. Это правда. Он, ну это действительно, скрешивал вам одиночество. Но со временем это стало заниматься больше у вас сил, потому что ваш контакт превращался во все более одностороннюю историю. Историю, в которой активность проявляли, вероятно, только вы и все. Это всегда довольно болезненно, скажем прямо. Болезненно, потому что контакт получается неравномерным. Вот. Вам стало неприятно вначале из-за того, что парень разговаривал только про свою девушку бывшую. Вот. И вы чувствовали, что по сути вы только-только, для него только жилетка и все. И я вас очень хорошо понимаю в этом смысле. Вот. А дальше вы чувствуете, что все равно вы рассказываете только о нем. о нем. Ой, вы разговариваете, простите, вы разговариваете только о нем и больше не о чем другом. Вы не говорите. Естественно, это тяжело, потому что сами вы от контакта не подпитываетесь. Хотя могли бы, в принципе, это сделать, вы могли бы подпитаться от контакта, если бы выстраивали бы его немножко по-другому, не с позиции того, что он единственный, кто скрашивает вам одиночество. Не совсем понятно, где ваши друзья и прочее, но об этом вы не распространяете, об этом вы не говорите. Хотя, хотя, как бы, момент это достаточно, ну, достаточно важный. Вот. Собственно, именно потому что вы все больше и больше нуждаетесь в человека, так как привыкаете к тому, что он помогает вам переживать ваше одиночество. Потому что вы к нему все больше и больше привязываетесь, к человеку, я имею ввиду. Вот. И, чем больше вы к нему привязываетесь, тем более вам болезненно становится. Потому что надежды и ожидания, ожидания одно, вот, а реальность получается совсем другую. И в какой-то момент ваши потребности, ваши, ваши желания подменяют то, что вы хотите делать для человека. Вот. Ну, а это уже прямой путь к деструкции, сомнениям и так далее. Важно, что на данный момент вы таким образом к себе относитесь, вы так сами себя воспринимаете, что не считаете возможным для себя в разговоре с человеком, в которых вам важно говорить о себе. Вот, что самое здесь важное. То есть, в диалоге, если вы посмотрите сейчас, есть только он, только мужчина. У вас в диалоге нет. И вот, как так вышло, так получилось, что, ну, что из диалога вы выпали, нужно разбираться. Потому что это вряд ли произошло случайно. Мне кажется, это довольно-таки, ну, серьезная закономерность, которые вышли, мне кажется, все это время. Если, если не больше, то вот, все это время вы к этому шли. Ну, мне, мне, мне так кажется, я могу, понятное дело, ошибаться и, понятное дело, я могу быть здесь, безусловно, не прав. Да, вы вправе меня поправлять, если хотите, конечно. Дальше. Что касается мужчин, то он, как мне видится, не готов к построению новых отношений. Вот, его устраивает на данный момент ваша роль в его жизни. Такая роль, которую вы, к сожалению, сами для себя выбрали. То есть, как бы, ну, вы сами, вы сами себя поставили. Вот, вот, таким образом. И здесь, конечно, можно сказать, мол, что мужчина, ну, покой. Вот, ну, вы позволили ему с вами так обращаться, вот, вы позволили ему с вами так взаимодействовать. Ну, соответственно, почему бы так и нет в таком случае. Вот, в отношении он вступает, на мой взгляд, не готов, потому что, в случае, если он с вами в отношении вступит, он потеряет возможность вам плакать жилетку. То, что он получает на данный момент, ну, на данный момент. Вот. И это для него, как мне кажется, неприемлемо. Вот. Я могу ошибаться, опять же, но для него это неприемлемо. Значит. Дальше. Значит. Объяснить его поведение. Слово и предполагаемые чувства. Психологи этим, к сожалению, не занимаются. То есть мы занимаемся тем, что мы говорим о третьих лицах. Вот мы можем говорить только о вас. Если мы не можем говорить про человека. Вот. Это было бы, ну, это было бы нарушением профессиональной этики. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду и заранее, собственно, извините. Вот. Что думаете насчет меня, насчет, что думаете насчет меня, в каком смысле? Насчет вас мыслей очень много. Другое дело, насколько они адекватны, насколько они продуктивны, насколько они коррект-корректны и справедливы. Вот. В общем, вопрос. Понимаете? А так мыслей очень-очень много. Другое дело, повторюсь, не все эти мысли можно использовать. Не все мысли можно назвать, ну, полезными, не все мысли можно назвать такими, которые, вот, ну, которые дали бы, ну, возможность вам как-то помочь и, ну, вообще, в состоянии, условно говоря, разрешить. Вот. Стоит ли вам бы продолжать общаться? Я думаю, это решать вам. Я думаю, что вы этот вопрос можете решить только вы здесь, а вы, к сожалению, снова, мне кажется, мотивируете психолога на то, чтобы нарушить профессионал. профессиональную этику. Вот. Вот. Аааа, чего мы делать, я надеюсь, не будем. Ну, в частности, я делать этого не буду точно. потому что это важно, поэтому, что вам делать, мне думается, вы решите сам. Вот, а именно что делать вы решите сам, как с ним общаться, Вопрос уже более хороший, на мой взгляд, потому что, как общаться с человеком, этот вопрос вообще важный достаточно, и начать, мне кажется, имеет смысл все следующего. Значит, делать имеет смысл с того, что вам научиться слышать себя в диалоге с другим человеком. Один раз вы уже написали ему, да, вот, что, значит, вы пишите, что я просил его не упоминать бывшую в нашей переписке. Это хорошо, то есть вы молодец, у вас, ну, есть, я не знаю, какой, да, но есть навык, много, ну, небольшой такой защиты своих границ, границ хоть чуть-чуть, вот. Но, вы это сделали в директивном, в директивной форме, то есть вы, это сделать-то вы сделали, да, но вы же не выделили человеку свои условно говоря чувства, да, то есть, ну, грубо говоря, вот, что вы почувствовали, когда он говорит, когда он говорит о, там, не знаю, о своей, там, вы все, вот, что вы ощущали, ну, что вы ощущали в этот момент, в этот момент, ну, вот. Говорили ли вы ему об этом, о том, что вы чувствовали, например, вот, мне кажется, что не говорили. Помните, они привыкли о своих чувствах высказываться, вот, а это очень важный момент, потому что, если вы не высказываетесь о своих эмоциях, если вы не высказываетесь о своих чувствах, то, вам довольно сложно, выслейте адекватный контакт с людьми, поэтому очень важно, что бы вы, учили слушать себя и не делать, вот, что важно не делать во взаимодействии с человеком ничего из того, что вам делать бы не хотелось. Это самое главное, вот. Не нравится вам то, что вы делаете, не хотите вы делать то, что вы делаете, то, что вы думаете, моментально ему об этом нужно будет сообщить. Вы же, потому что вам одиноко, за этого человека держится, и, в принципе, мне кажется, это вполне нормально, так нормальная такая позиция, вот, она естественна эта позиция, она вполне себе естественна, но от этого не менее вредна. Конечно, на мой взгляд, и проблема вашего одиночества, и проблемы вашего здоровья нужно решать. Мне кажется, это, мне кажется, это совершенно живет, да, потому что, ну, болитвы может еще на определенное время, я так понял, а отношения выстраивать вам, условно говоря, нужно уже сейчас, уже сегодня. Вот, поэтому так важно, чтобы вы умели это делать, чтобы вы не были зависимы от одного человека. Вот, потому что сейчас выглядит все именно так, чтобы вы зависимы от одного конкретного человека, который, ну вот, просто оказался в нужное время, в нужное место, и все. Вот. Вот, эм, такие вот мысли у вас. По поводу того, что вы не понимаете, что вы к нему чувствуете, и нужно ли вам общение. Ну, на мой скромный взгляд, совершенно очевидно, что общение вам нужно, на мой скромный взгляд. Совершенно очевидно, что вы не нуждаетесь, вот, и чтобы, вот, ну, до конца, может быть, понять, что вы чувствуете к человеку. Вот. Нужно, чтобы вы не были, ну, чтобы у вас не было, м-м, как бы так, везутся, везутся, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, что происходит. Мы сейчас отягощены тем, что одна, по сути. Вот. Но это, на мой взгляд, эм, довольно серьезная проблема. Те проявления собственничества у мужчины, когда он говорит, что вы должны ему, там, что-то сообщать, вот, и так далее. На мой взгляд происходит по довольно простой причине. Вы так себя сами ставите. Ну, в смысле, вы себя так поставили, вот, вы себя так позиционируете, вот. Ну, что вы уязвимы, и так далее. И, соответственно, почему бы с вами так себя не видеть, человек. Так что здесь, я думаю, насчет, эм, собственничества, это, э, такая позиция, э, на мой взгляд, ну, чисто, что, э, что, ну, чтобы вас не потерять. Вот. И так, э, конечно, я могу, э, быть неправым здесь, и, понятно, что я могу, ну, как бы, видеть ситуацию неверную. Вот. Это, вне всякого сомнения. Другой вопрос, э, другой вопрос, э, что вы будете, э, с этим делать, да? То есть, это вот, э, на мой взгляд, вопрос, куда выливать, что вы будете с этим делать, как вы будете, э, э, дальше, то есть, какие у вас дальше, э, планы, ну, то есть, вот, э, вот вам ответили, да, ну, допустим, я вам ответил, а, что дальше? Вот. И так далее. Вот. А, значит, что сейчас нужно сделать, на мой взгляд, э, чтобы, в любом, э, случае, не жалеть о том, э, э, вот, э, я, я бы, я оставил, э, э, человека, в той позиции, какой он находится сейчас, если ему эта позиция, в любом, э, э, случае, если неудобно, то хотя бы привычно, э, вот, он не будет особо, э, э, переживать, если вы, э, э, ну, в этой позиции его оставите, если вы не будете просто, э, 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 ну, педалировать, как, э, 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 как Прямо максимально, если корректно сказать, то это искать интересы в жизни. Мне кажется, у вас их нет, или у вас с ними большая проблема. Только у вас появился интерес в жизни, вы станете более равнобранным человеку, вот, и сможете вести диалог более-менее на равных. А сейчас этого не происходит, пока, пока что, к сожалению. Сейчас вести диалог на равных, увы, не можете, вот, но это очень деструктивно, как мне кажется для вас, это очень деструктивно для любого общения в целом. То есть это способно, вообще-то говоря о том, загубить любое общение, потому что, ну, общение не равноправное, да, общение, там, оно, в какой-то степени зависимое, вот, и, конечно, это не добавляет ему легкости и так далее, вот. А уж то, что вы, мягко говоря, не наслаждаетесь таким общением, ну, это вообще стопроцентная история. Поэтому надо поискать, вот, то, что вам интересно в жизни. Вот, если вы сможете сам это сделать, то обязательно обращайтесь к психологу, к психотерапевту на личную консультацию, вот, в личной беседе все это можно будет проработать и поискать. Вот, поработать с границами контакта, границами общения, вот, с одиночеством, поработать с болью, поработать, вот. Чтобы вы не чувствовали себя, скажем так, вот такой болезненный, что с вами что-то не так и так далее. То есть это вот нужно тоже скорректировать. Но, возможно, это только через психотерапию, не через такой вот ответ. Итого, получается, что у вас с молодым человеком, в принципе, может как получиться, так и не получиться, что-то больше. Вот, намного зависит от того, как вы помететесь с себя. Потому что, очевидно, что мужчина там решает какие-то свои проблемы, вот, от них это нехорошо и неплохо, что-то просто, ну, как бы, данность. И он не очень-то готов к тому, что, значит, ну, вытягивать вас. То есть он не очень готов к тому, чтобы видеть в вас, там, кого-то, да, видеть в вас что-то и так далее. Если вы, если вы не готовы к этому, если вы не готовы к тому, что человек, там, не знаю, просто вот находится в состоянии желания получать и всё, то, наверное, имеет смысл с такого общения выйти. Вот. Именно сейчас. Ну, то сейчас вам отдавать нельзя категорическом. Вы не умеете чувствовать, где хватит. Вот. Но если вас, в принципе, это устраивает, если вы чувствуете в себе силы, что можете, там, немножко ограничить его, то это стоит, это имеет смысл сделать. Вот. Но есть у меня ощущение, что сами вы без психолога этого сделать не сможете, ну, без психолога, без психотерапевта. Вот. А, такая вот история. Понимаете? Вот, в принципе, то, что хочу вам, хотел, то, что хотел вам сказать, наверное. На данный момент это, пожалуй, что и всё. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что это можно считать содержательным ответом. Который вам интересен был бы и который сформулировал бы у вас живую обратную вещь, которую бы вы могли поделиться бы с нами. Это было бы очень здорово и послужило бы началом плодотворной работы вашей над собой. Вот. Ну, другой вопрос. Готовы ли вы к этой работе? Вот. Хотите ли вы эту работу сделать? Ну, всё. Всё равно, как бы там ни было, окончательный, ну, такой даже не окончательный, это неправильно сказать, такой ответ вам можно дать только если поговорить с вами. Всё равно есть много довольно нюансов, вот. Есть много довольно таких нюансов, ну да, таких моментов, которые хотелось бы уточнить только у вас. Вот. Сделать это в рамках такого формата, какой вот сейчас у нас возможности не представляется. Сейчас я ещё раз, наверное, прочитаю ваш текст, чтобы убедиться в том, что все моменты, которые я хотел, я разобрал. Итак, помогите разобраться, скажите, что делать дальше. Это вы решите сами, что делать дальше. Психолог не может сказать, что делать дальше. Я запуталась, ну, вам нужно расставить таким пунктом, в чём именно вы попутались. Больше. Значит, уже полтора года нахожусь не в отношении к друзей, приятного и позднее, как и вообще социального круга, нигде не учился, не работал. Какие перспективы, как вы адаптировались. Опять же, повторюсь, в этом есть определённая система, что у вас нет, друзья. Потому что человек может допасть в аварию, в трудную ситуацию. Вот. Да болеть может. Но если у вас был социальный круг, он так просто сразу сразу не ищет. Вот. Ну и с болью тоже вообще, какие перспективы, как вы с этим справляетесь в целом. То есть нельзя, вот нельзя данное социальное рассматривать вне, вне контекста вашего состояния. Понимаете? Это было бы неправильно, на мой взгляд. Вот. Поэтому, повторюсь, важно, чтобы вы были максимально, вот просто максимально адаптированы к тому состоянию, в котором вы находитесь сейчас. Вот. Чтобы вы к нему были максимально благоприятно настроены. Вот. Чтобы вы извлекали максимальное количество пользы из этого состояния для себя. Да. Опять же. Вот. То есть, чтобы вы, как бы это странно, может быть, не звучало. Чтобы вы пользовались своим состоянием настолько, насколько верно. Вот. Боже, что на свидание у вас возможность ходить, судя по тому, что вы пишете. Ну, на свидание ходить у вас возможности. И если я не говорю, что вы там обманываетесь, если такое, нет, конечно же, нет. Вот. Ну, я хочу сказать, что, вероятно, вы знаете не обо всех нюансах своего состояния, которое у вас есть. Вот. Это не значит, как бы, что вы не хотите ничего делать. Это, знаете, всего лишь только то, что я сказал. Вот. Как бы. Я надеюсь, что это не вызовет у вас отторжения. Дальше. Да. Чуть больше месяца назад я познакомился с парними, слушая им образованный интернет. Сейчас понимаете, раз. Всего лишь месяц. Вызрыв друг друга. Всего лишь месяц. И у вас уже идёт такая сильная реакция. Это не страшно. Сверхотой, что вы находитесь. Вы находитесь в дисбалансе для себя состояния. Вот. Потому что месяц за месяц вы умудрились прикипеть к человеку. Вот. И здесь, мне кажется, как бы, ну, это стало возможным именно благодаря вот тому, что вы отчаянно нуждаетесь в комнату в обратной связи и так далее. Потому что у нас есть физическая возможность выбираться, физическая возможность выходить и так далее. Вот. Дальше. Со дня на концу стал рассказать мне о своём недавнем болезненном расставании с девушкой. Ну, а вам, соответственно, я буду рассказывать и не точно что-то о себе. Но вы этого не делали. Да, я внимательно читал, даже давал советы некоторым, которых он следовал. Советы вообще давать не благодарное дело. Вот. Я как психолог могу вам со всей ответственностью это заедет. Дело в том, что она изменила им и теперь в отношениях с тем самым парнем, а с моим знакомым, она учится, ну, по культе, если они часто видят, она пытается на хорошие отношения. Отношения. Убью, что-то пытается. Не могу наговорить, что это не нужно, но достаточно пытается избавиться от меня. Наскать в нём подробных сообщений, то есть никто друг другу сказал, что он там чуть, и после этого остается всё больше. Потому что вы свои личные границы не защищали. Вы не говорили, что вам хочется, что вам не хочется. А в конце, когда припекло, включили директиву. Вот. Он согласился, сказал, что сам не хочет больше причинять неудобства. Ну, если бы не хотел, не причинял бы. Мы общаемся каждый день от доброго утра до спокойной минуты. В течение дня делим за различными переживаниями, рассказываем всякие истории. Это здорово, это здорово. Ну, а кто поддерживает меня? В чём именно? Я его. Я бы сказал, что здесь вы завуалированы, демонстрируете слияние над человеком. Хотя я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется так. Потому что вы не можете, вы не можете знать, поддерживаете вы его или нет. Значит, нас поддерживает ли он бы, он вас, а вы его нет. Здравствуйте, здрасьте мне нашла дорога. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Я так и рад. Ты мне нравится как человек лично. Что ты интересная, добрая, красивая девушка. Блазак, я вам слова руку обнял и т.д. Я бы сказал, что это больше похоже на типичную виртуализацию отношений, когда люди уходят из своей фантазии чересчур. Мы обменяли фотографии несколько раз, обменивались, иногда обмениваемся голосовыми сообщениями. Ну, вот я бы почаще общался голосовыми сообщениями. Лучше был в скайпе, лучше по веб-камере. Он сильно ревновал, когда я пошла с другими парнями на свидание с глазами. Ну, вот здесь у меня ощущение, что вы как бы, что ли, не знаю, что ли провоцируете его или что-то такое. Это не очень просто описывается в общую картину образа, который вы рисуете нам со своим сообщением. Вот, то есть, либо ваше образ, он другой совсем, здесь только его часть, и нужно с вами обобщаться, чтобы понять, каков ваш образ. Вот, и что дальше делать. Или что-то, есть какой-то, или есть провокация. Провокация. Вот. Дальше. Дальше. Я давно была им сообщить об этом. А для чего? В время, когда я спросила, что я для него, кто я для него, и что вообще было за отношения. Аноним. Когда человек спрашивает, кто он для другого человека, это означает, что сам человек не знает ответа на этот вопрос, и спрашивает у другого. А почему? Внимание, вопрос. Другой человек должен снять больше об этом, чем вы. Ну, то есть, почему так? На мой взгляд, это несколько странно. То есть, вы свою неуверенность, как мне кажется, транслируете на человека. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Я, понятное дело, могу ошибаться, но мне видится так. Вот. А как вы видите ваше отношение? Кто он для вас? На это было бы неплохо ответ. Далее. Так. Значит. Особенно странно это выглядит по слову, как опасные свидания с другим парнем. То есть, как бы. Ощущение, что это провокация становится ещё больше, ещё сильнее. Он ответил, что я для него подруга, даже очень хорошая. Мне доверяют греха гораздо больше, чем маме. Но если у него появятся девочки, то отношение изменится. Я конкретно не сказал. Ну, это ощущение, что в отношениях есть только его, а на вас нет. Когда я предложил через несколько дней встретиться в городе, где он живёт, сказал, что тогда было бы неплохо, но особого желания у него я не заметил. А у вас опять же желание какое? Было или нет? Странно немного, что имея возможность выбираться в город, вы одна, у вас нет друзей, у вас нет интересов. Верно, он написал мне, когда был пьян, была глубокая ночь, я общалась с ним, пока не уснул. Опять сказал, порывно вывечен, отказался не в таком случае. Ну, здесь вы демонстрируете проявление созависимых отношений. Вот, где человек находится в состоянии жертвы, вы его всё время спасаете. Ну, тоже являетесь жертвой. Троугольник Карпмана вам в помощь для непонимания, как это происходит. Но, это ни в коем случае, не психотерапевтическая какая-то история. Теперь наше общение сильно изменилось. Я говорю, что мы наше время против себя. Мы больше не общаемся, если общаемся, говорим только о восстановлении проблем войны косвенно. Это, опять же, ваш выбор. Я не понимаю, что чувствую к нему. А, ну, нет, общение, в руках обстоятельства, когда была только железка, так и останутся. Останетесь, если не измените своего поведения. А, понятно, что вы чувствуете и нужно для вас общение, можно после терапии, когда вы начнёте лучше разбираться с себя. В тысячем году, скорее всего, приеду в город и где он живёт, значит, у него надо была бы возможность видеться. Можете отношения быть, как и получилось. Можем быть, а может быть и нет. А вам нужен свой собственный вектор. Вот. Которого у вас, по моим ощущениям, нет. Хочется, я не хочу его терять. Вы не можете его повторять, потому что он вам не принадлежит. Наверное, потому что он так хорошо разбалять моё одиночество. Все верно, но это зависимость. Это зависимость. После этого времени очень плохо после общения с ним, или более, тем более при отсутствии этого общения. Созависим. Созависим. Ну, аноним. У вас есть элементы созависимства. А это всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Энди. Это все.